Всем привет из Новой Зеландии. Последние две недели были шокирующими и тяжелыми для всего мира, особенно русскоязычного. Из моего информационного поля выпало напрочь все остальное, так что я даже просто не знал, что происходит у меня тут в стране. Но несмотря на то, что впереди нас все еще ждет пугающая неопределенность, я решил возвращаться в мир. Моя рефлексия все равно мало кому помогает, а вот помочь чем-нибудь кому-то я еще могу постараться. Так что в этом выпуске сначала нагоним время и я расскажу обо всем происходящем в Новой Зеландии, а затем расскажу, что полезного мы можем сделать вместе с вами прямо сейчас. Начнем с нынче уже всеми активно забываемого заболевания. В Новой Зеландии гуляет Омикрон, в день регистрируется под 20 тысяч новых случаев и суммарно сейчас активных уже больше 200 тысяч. Больше 850 человек в больнице, из них 20 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких. И за последние несколько недель суммарно умерло около 50 человек. Хотя уровень полной вакцинации уже с третьим уколом, бустером, составляет 73%. Новозеландский конвой свободы, который объединял тысячи протестующих против ковидных ограничений возле здания парламента, разогнали с применением водометов, дубинок и резиновых пуль. Я не знаю, как там все выглядело на деле. Слетать и заснять все самому мне не удалось. Но в прессе говорят, что протестующие стали причинять слишком много проблем окружающим. Хуже и агрессивнее стали себя вести. В какой-то момент противостояние с полицией превратилось в погром с поджиганием городского имущества. В общем, как следствие, протеста больше нет. Никаких результатов это все, к сожалению, не принесло. И правительство осталось на своем месте, обвиняя протестующих в неподобающем поведении. Впрочем, популярность текущей правящей партии продолжает падать. И по опросам населения они потеряли позиции, уступив рейтинге одобрения оппозиционной партии National. Это говорит о том, что выборы, которые состоятся в следующем году, будут жаркими. У National появился интересный харизматичный лидер с реальным управленческим и международным опытом. Так что борьба за власть будет, я надеюсь, настоящей. Пока мир продолжает сотрясаться, в Новой Зеландии также растет уровень инфляции. 5,9% на данный момент, что является рекордным показателем за последние 30 лет. И эксперт утверждает, что это пока еще не предел. Продукты дорожают. Литр 91-го бензина, кстати, уже дороже 3-х долларов. В общем, экономическая ситуация, как и во всем мире, не очень. Хотя уровень проблем, конечно, далек от того, что происходит на постсоветском пространстве. Кстати, Новой Зеландия пополнила список недружественных для России стран, так как ввела санкции против ряда личностей из правительства РФ и связанных с ними, а также запретила импорт-экспорт продукции. Кроме этого, допускается заморозка активов и предотвращение ввода он их для тех же людей из списка. И срок санкций пока не оговаривается. Конечно, большинство из вас интересует, как же все это скажется на обычных гражданах России, Украины и других стран СНГ. Мы запросили эту информацию у официальных лиц в Emigration New Zealand, и они подтвердили, что в данный момент никаких указаний об ужесточении не поступало. Все стандартно. В апреле ожидается прием заявлений на первых 5000 иностранных студентов, а также начнут пускать людей по рабочим визам. В июле начнут пускать тех, кому виза не требуется, а в октябре всех остальных. Пока все согласно намеченному ранее плану правительства. Мы подготовили для вас специальное видео, которое вышло на канале Kiwi Education. В нем я рассказываю о том, каким образом сейчас вообще можно начать процесс переезда в Новую Зеландию, а также Австралию, Канаду и Ирландию. Там есть вся информация обо всех имеющихся вариантах на данный момент, включая данные по потенциальному беженству и гуманитарным визам. Ссылка на подробную статью и видео в ней ниже в описании. Кроме того, мы завели отдельный блок для обновлений по визовым вопросам в Новой Зеландию, Австралию, Канаду, Ирландию и Великобританию. Будем обновлять его по мере поступления информацию. Ссылку на него также оставлю под видео. В любом случае, процесс получения виз в наши страны занимает какое-то время. Но если вы хотите уехать как можно быстрее, я рекомендую рассмотреть варианты стран в виде промежуточной точки. К примеру, неплохим, на мой взгляд, направлением является Армения, где граждане РФ и, мне кажется, Украины тоже могут находиться до 180 дней без виз. Там можно будет учить английский, готовиться к поступлению в вузы, так как по-прежнему самым популярным способом переезда остается через образование. А если понадобится больше времени, то можно зарегистрировать бизнес или найти работу. Кроме того, армянские банки не находятся под санкциями в данный момент, и введение и выведение средств через них выглядит более простым решением. В любом случае, мы будем прорабатывать такие альтернативные варианты для тех, кто хочет постепенно двигаться в направлении желаемой страны уже сейчас и обязательно буду делиться с вами опциями по мере готовности. А чтобы не пропадать со связи на случай блокировки Ютуба или каких-либо социальных сетей, подписывайтесь на мой канал в Телеграм, а также на канал Кивиудикейшн. В общем, я возвращаюсь полноценно в эфир. Нужно пахать, пока пахается. Уже 9 лет я помогая людям с переездом поспособствовал тысячам людей найти свой новый дом. И я буду биться до последнего, как бился всегда. Пока есть хоть какой-то шанс на успешность вашего пути, я буду делать все, чтобы у вас была возможность осуществить эти свои цели. Так что не пропадаем, скоро будут новые интересные видео на этом канале. Остаемся на связи. До скорых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова